Сегодня мы будем исследовать одну из важных тем, которая записана в Священном Писании. Седьмой текст, шестой главы послания к Галатам. Записан прекрасный текст, который, так скажем, очень определенный, конкретно говорит, Бог поругаем не бывает. А дальше помните, да? Что человек сеет, он пожинает. Не бывает такого, что вы посеяли, допустим, пшеницу, а пожали кукурузу. Не бывает такого, правда? Мы обязательно пожинаем то, что сеем. И вот сегодня хотел бы на примере истории народа израильского рассмотреть также и нашу современную христианскую жизнь. Хотел бы определить, что правило, которое было установлено Богом, оно работает и сегодня. Пусть Господь благословит наше изучение Божьего Слова сегодня. Пусть благословит служение проповеди. Слава Ему за все. Аминь. Книга «Чисел», 14 глава, первый текст. «Подняло все общество вопль, и плакал народ всю ту ночь». Интересно, когда мы читаем этот текст, мы находим, что народ поднял вопль и плакал всю ночь. Вы представляете себе эту картину? Примерно около, не знаю, 800 тысяч было только мужчин, я думаю, что около двух миллионов. Это народа, которые вышли из Египта. «И люди подняли страшный вопль, и плачут всю ночь, и причитают». Это сложно представить себе, находиться в обществе, где каждый человек плачет. И не просто плачет, а вопьет. Вопль – это не просто плачь. Вы согласны, нет? Вопль – это уже с какими-то там словами, да, и так далее. «Народ плачет». Интересно, какая же причина плача? Причина плача очень простая, выдуманная. Причина плача просто предполагаемая, может быть, предполагаемая неудача. Приходят десять разведчиков, двенадцать приходят. И десять из них говорят, земля, которую нам Бог приготовил, она нам не под сил. Двое говорят, вы знаете, она нам под сил. Народ прислушивается к десяти и начинает плакать. И говорят, нам она не под силу, куда вы нас ведете. И всю ночь плачут. Как вам вообще такой подход? Представляете, человек предположил, что раз она нам не под силу, значит, нам там будет плохо, мы ее не завоюем, и начинает вопль подымать. Ничего еще не случилось. Никто никуда не идет. Интересно, да, получается? Бывает ли у нас когда-нибудь такое в жизни, что мы думаем, что это так, думаем, что у нас не получится, и начинаем, так скажем, себя накручивать и говорить, о, нет, 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 это не получится. Из этого может получиться это, 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 о, и вообще все плохо. И мы зарабатываем себе болезнь, сахарный диабет или еще что-то от больших стрессов, и люди просто даже умирают. Ничего еще не произошло. Господь желает нас остановить от этого. Поэтому он записал эту историю на страницах священного описания. Давайте прочитаем 13 главу, 24 текст книги чисел. 13, 24. И пришли к долине Искол, срезали там виноградную ветвь с одной кистью ягод, и принесли ее шесте, и понесли на шесте двое. Взяли также гранатовых яблок и смокф. Земля хорошая была или нет? Представляете, одну кисть два человека несут на шесте. Это серьезная земля, правда? Это ханаанская земля. Это та земля, которую Бог обещал дать кому? Аврааму, Сааку, Якву и потомству его. Господь желает дать самое лучшее. Бог желает благословить жизнь нашу. Но мы говорим, а вдруг из этого ничего не получится, и начинаем плакать. Начинаем вопить, начинаем роптать. Кстати, что такое ропот? Проявление недовольства, да? Проявление недовольства. Друзья мои, не так давно Бог вывел их из Египта чудесным образом. Десять язв. На египтянах они свершаются, народ израильский не касается. Он благословен. Бог проводит их через Красное море. Чудо или нет? Чудо, конечно. Проходит буквально немного времени. Бог также, они помнят обетование, которое было дано Аврааму. Обетованная земля. И сейчас десять человек, они имеют больше авторитета в глазах народа, чем, слава Бога, с теми чудесами. Иногда, друзья, для нас человек имеет большой авторитет. А Слово Божье становится на второй план. Вот отсюда начинаются проблемы. И Библия, она пишет следующий текст, 31-32. Смотрите, два мнения. Но Халев успокаивал народ перед Моисеем, говоря, пойдем и завладеем ею, потому что мы сможем одолеть ее. А те, которые ходили с ним, говорили, не можем мы идти против народа сего, ибо они сильнее нас. И вот интересная строчка 33-го текста. И распускали худую молву. И распускали худую молву. Что они делали? Настраивали людей. Настраивали людей, друзья. И говорили, но это не под силу. Это нам не под силу. Мы не завладеем. Бог говорит, завладеете. Они говорят, не завладеем. Знаете, друзья, рабское мышление. Они привыкли мыслить, чтобы за них, вернее, мыслили. И в данном случае они даже не пытаются мыслить. То, что сказал Бог, оно не имеет силы. То, что сказал человек, имеет огромную силу. Хотелось бы, чтобы у нас так не получалось. Чтобы в нашей жизни Божьи слова имели на нас сильное влияние. И Бог мог действительно влиять на нашу жизнь. Два мнения. Сможем завоевать и не сможем. И народ плачет по причине чего? Предполагаемой неудачи. Сколько же здоровья надо иметь, чтобы всю ночь плакать, а? Представляете, да? Всю ночь плачет народ. Почему? Предположили, что мы не сможем завоевать. И народ плачет. Когда мы открываем 14 главу, 2 текст и 3, смотрите, что дальше происходит. И роптали на 14 главах, книга чисел, 2 и 3 текст. Роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы. Все общество сказало им, о, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей. Для чего Господь вывел нас в землю, ведет нас в землю сию? Чтобы мы пали от меча. Жены наши, дети наши, да останутся в добычу врагам. Не лучше ли нам возвратиться в Египет? Друзья мои, с чего все это началось вообще? Какая реальная проблема? Существовала ли вообще проблема или нет? Ее нет. Предполагаемая проблема. А вдруг такое произойдет? А вдруг такое случится? И сразу начинают предлагать версии. И говорят, лучше бы нам было умереть где? В Египте остаться рабами. То есть, земля, молоко и мед не прельщают. Кисть виноградная, вот эти гранаты не прельщают. Ничего. Божье слово не прельщает. Скажите, пожалуйста, какая причина вот такого мышления человека? Друзья мои, люди не имели живых отношений с Богом. Полное недоверие Богу. Полное недоверие Богу. Доверие человеку. И они говорят, лучше бы мы умерли в этой пустыне. А вообще-то я предлагаю вам возвратиться обратно в Египет. Вы представляете? Ничего еще нет. Ничего плохого нет. Все хорошее. Бог предлагает самое лучшее. Но человек говорит, нет. Вот там в грязи. Там в мире греха. Мне будет лучше. У страха глаза большие. Когда нет живой веры. Когда нет доверия Богу. Тогда страх делает великое в нашей жизни. Давайте мы посмотрим. Написано, народ начал роптать на Моисея и Аарона. И кто? Какая часть написана? Все сыны Израилевы. Друзья мои, это очень страшно. Это очень страшно. Когда вот это начинает происходить. Написано, что эти люди, они просто, скажем, не могли совладеть собой. Они не могли совладеть. Они начали роптать, кричать и говорить, мы хотим обратно в Египет. А лучше бы это произошло. Вы знаете, сегодня я бы хотел с вами поговорить, к чему приводит вот такое вот навлечение беды на себя. Навлечение. Повторюсь. Смотрите. О, если бы мы умерли в земле египетской. Или умерли в пустыне сей. Это называется навлечение беды на себя, друзья. Лучше бы со мной то произошло. Лучше то. Друзья мои, помните, слова действия. Слова действия. Поэтому хотел бы, чтобы сегодня мы извлекли отсюда много уроков. Четвертый текст, 14 главы числа. Послушайте. И сказали друг другу, поставим себе начальника и возвратимся в Египет. Интересно. Богом воздвигнутый вождь не подходит. Давайте поставим себе другого начальника. Знаете, история не описывает, кто был начальником. Но богословы сходятся к мысли, что этим начальником был Корей. Потому что, когда мы читаем о восстании дальше, Корей упоминается первым. И восстали Корей. И вы знаете, конечно, Богу это было не угодно. И он прилюдно, прилюдно, страшным образом произвел суд над этими людьми. Земля раскрылась и поглотила их живыми. И семьи. И, я думаю, родные там, которые окружали и поддерживали. А знаете, кем был Корей? И это был один из родственников Моисея тоже. Один из родственников Моисея. Оказывается, когда есть какая-то ревность, неважно кто, родной или еще. Когда человек ревнует, это уже грех. Когда он говорит, почему ты, а не я начальник. Да? И вы знаете, когда мы открываем книгу Неемья, 9 главу, 17 текст, здесь та же мысль повторяется. Книга Неемья, 9, 17. Не захотели повиноваться и не вспомнили тех чудес, тех дел твоих, которые ты делал с ними. И, держа ли шею свою упруга, по упорству своему поставили над собой вождя, чтобы возвратиться в рабство свое. Представляете, друзья, не прещает земля обетованная, не прещает то, что Бог сказал. Они говорят, мы хотим возвратиться в рабство. Рабское мышление, друзья, мы хотим возвратиться в рабство. К сожалению, ну вы знаете, смотрите, что написано здесь. Но ты Бог любящий, прощать, ты благи, ты милосердный, долготерпеливый, многомилостивый, и ты не оставил их. Хоть они и роптали, хоть и не это и говорили, но Бог, образно говоря, как бы прощает и говорит, я понимаю, что вы несовершенные люди, но я все равно хочу вам подарить обетованную землю. И, конечно, друзья мои, часто и сегодня так случается, что люди избирают себе вождей, которые ведут назад. Мы говорили с вами, есть две дороги, одна ведет в небо, другая ведет вниз, преисподнюю. Поэтому сегодня хотелось бы, чтобы у нас был вождь, который ведет только вперед. И этот вождь, это есть наш Господь, друзья. Если мы изберем нашего Господа, этим вождем, он будет вести нас только вперед. И еще смотрите, что происходит. 14 глава, 10 текст числом. И сказала все общество, побить их камнями. Кого? Моисея и Аарона. Друзья мои, с чего это все начинается? Слухи. Слухи, сплетни, слухи. Просто так, на ровном месте. Вы понимаете, до чего дошло? Убить вождей Божьих. Побейте их камнями. Нет причины, ничего не случилось. Вожди Божьи, пасторы, выполняют Божьи повеления. Что делают? Ведут в обитованную землю. Ведут в обитованную землю. Неужели Моисей выполнял свою прихоть? Нет, Бог говорит, я дам эту землю обитованную Аврааму и потомству его. И сейчас он выполняет. Друзья мои, Господь Бог обещал своему народу дать много благословений. Но слухи, которые вокруг нас вращаются, они нас останавливают. И иногда нам не нравится это. Иногда нам не нравится, что так говорят. Но так же Божье Слово говорит. Нам это не нравится. Мы хотим назад в Египет. Мы хотим грешить. Мы хотим многое другое. Сегодня, к сожалению, друзья, это проявляется и среди Божьего народа тоже. Давайте мы пятый текст прочитаем. Это же 14 главы. И пали Моисей и Арун на лица свои перед всем собранием общества сынов Израилевых. Когда мы читаем в оригинале «Пали на лица», оригинал говорит, что молиться начали за народ. Пасть на лицо – это означает преклониться пред Богом. Это положение тела, когда человек молится по Богу. Я поражаюсь Моисею, насколько много у него терпения. Вы представляете? Народ берет камни в руки побить. Народ плачет всю ночь. Он это слышит. Он тоже встанет. Народ говорит, обратно идем. Лучше бы с нами то и то произошло. А он молится за них. Интересно, правда? Интересно еще то, друзья, что здесь в 14 главе 11 текст говорит следующее. И сказал Господь Моисею, «Доколе будет раздражать Меня народ сей, и доколе будут они не верить Мне при всех знамениях, которые Я делал среди Его. Поражу Его язвою, и истреблю Его, и произведу от Тебя многочисленнее и сильней Его». Бог дает разумное решение. Это же Бог предложил, правда? Бог разумное решение дает. Скажите, пожалуйста, а что бы произошло вообще с обетованием Божьим, если бы Моисей, от Моисея поколение новое пошло? Исполнилось бы Божье обетование, то, которое Авраам уговорил, если бы от Моисея произвел Бог уже новый народ. Если бы Моисей сказал, окей, Господи, я согласен. Нет, так египтяне же узнали бы, что Бог сотворил. Бог обещал. Ну, египтяне это, скажем... Бог обещал, что вывезли его. Друзья, вы знаете, что случилось бы? Ничего. Обетование бы все равно исполнилось. Знаете почему? Потому что Моисей, он тоже потомок Авраама. Моисей тоже потомок Авраама. Если бы Моисей сказал, Господи, я согласен, то обетование бы все равно исполнилось. Только немножко бы отсрочилось время. Но все равно бы исполнилось. Потому что он тоже потомок Авраама. Но здесь Моисей проявляет высшее качество пастора. Смотрите, что он делает. Он не убирает неугодного. А что он делает? А он говорит, я хочу помолиться, чтобы Бог как-то решил этот вопрос. Не убрать неугодного, да? А найти подход. Это Моисей сделал, друзья мои. Я думаю, что сегодня многие бы с радостью согласились и сказали, да, 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 точно, он уже нам надоел, надо его убрать. Ну, уже, ну, наверное, и вы знаете таких людей, нет? Ну, понятно, что у нас таких нет в зале. Но мы говорим вообще людей, что, знаете, когда что-то предлагается, кто-то нам уж сильно надоел, годами, десятилетиями, мы думаем, фу, слава Богу, что куда-то уже его там перевели подальше. Ну, да, или еще кто-то. Поэтому давайте мы прочитаем еще с 13 текста и ниже. Моисей молится, смотрите. Но Моисей сказал Господу, услышат египтяне, из среды которых ты силою твоею вывел народ сей, и скажут жителям земли сей, которые слышали, что ты Господь, находящийся среди народа сего, и что ты, Господь, даешь им видеть себя лицом к лицу, и облако твое стоит над ними, и ты идешь перед ними днем в столпе облачном, а ночью в столпе огненном. И если ты истребишь народ сей, как одного человека, то народы, которые слышат славу твою, скажут, Господь не мог ввести народ в землю обетованную, да, которую он с клятвой обещал, а потому и погубил их в пустыне. То есть, Бог какой? Слабый. Слабый Бог, он не смог. Поэтому он, в общем, так решил свою слабость, убрать неугодных. В 17 текст хочу сделать особенный момент. Итак, да возвеличится сила Господня, как ты сказал, говоря. Господь долготерпелив, многомилостив, прощающий. Вы услышали, нет? Что Моисей говорит? Еще раз читаю. Внимательно послушайте. Да возвеличится сила Господня, как ты сказал. Моисей Богу делает вызов и говорит, да возвеличится сила твоя. А в чем он хочет, чтобы она возвеличилась? Восемнадцатый текст, правильность Романана. Господь долготерпелив, сила Божья проявится вот тогда, не когда ты их уничтожишь, а тогда, когда ты проявишь долготерпение, многомилостив, прощающий, преступления, конечно, не оставляющий без наказания, но наказание, наказывающий беззаконие отцов, детек до третьего, четвертого рода. «Прости грех народу сему, по великой милости твоей, как ты прощал народ сей от Египта до этого момента». Да проявится сила твоя. В чем? В прощении этого народа. Боже, пусть проявится сила твоя не в уничтожении, какой ты сильный, что всех сразу уничтожил, да? А пусть проявится сила в чем? Ну, скажите, Богу вообще это возможно, правда? А как насчет нас с вами? Я имею в виду сила в прощении, я об этом. Сила не в мести, сила не «я тебе покажу еще», сила «ты меня еще вспомнишь». «Вспомнишь, еще и на том свете меня вспомнишь». Ну, я и такое слышал. Понимаете? А сила в прощении, сила в много милости, в проявлении много милости. О чем Моисей просит? Смотрите, как он ключи подобрал, как он к Господу подошел. И вы знаете, что Господь делает? Соглашается. Он соглашается с этим человеком, с этим вождем, он соглашается. И вы знаете, конечно, когда мы читаем 10 текст, 10 текст, то здесь как раз показывает, что Бог ступился за своих служителей. И внезапно все общество стало, чтобы обить камнями, но слава Господня явилась в скинии собрания над сынами Израилевы. Слышите? Слава Господня стала. Они стали камнями побить, а тут стена, тут свет яркий. Друзья мои, когда вы делаете правое дело, когда вы делаете Божье дело, никогда не прячьтесь в кусты. Никогда. Помните, Бог явит славу свою. Вы останетесь неповрежденными. Эта история говорит нам об этом. Это не то, как Моисею относится. Это ко всякому верующему человеку. Скажите, пожалуйста, чем было обусловлено Божье наказание? Божье наказание чем было обусловлено? Давайте прочитаем с вами текст с 21 по 25. «Но жив я и славы Господни полна вся земля, говорит Господь. Все, которые видели славу мою и знамения мои, знамения мои, а сделанные мною в Египте и в пустыне, и искушали меня уже десять раз, и не послушались голоса моего, не увидят земли, которую я склятываю обещал отцам их. Все, раздражающие меня, не увидят ее. Но рабы дома моего халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, я введу в землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее. Амаликитяне и хананеи живут в долине. Завтра обратитесь и идите в пустыню к Черному морю. Скажите, пожалуйста, чем обусловлено Божье наказание? Он сказал, что он не выведет ее на землю, не увидит они земли. Чем обусловлено Божье наказание? Я вам помогу, друзья, ответить. Знаете, чем обусловлено? Степенью осведомленности. Вы все знали, вы все видели, он так и перечисляет здесь, те вы, которые видели славу мою, вы, которые видели знамения мои, сделанные мною в Египте, в пустыне, и искушали меня уже десять раз, не слушали голоса моего. Я вас накажу соответственно тому, что вы делали. Вы все знали, и вы пренебрегли. Но когда вы восстаете на Божьего служителя, Моисея, да? Я тогда вступлюсь, конкретно он говорит, и земля разверзлась. Бог очень справедлив, друзья, очень справедлив. Просто нам необходимо понять Его вот эту справедливость. И, конечно, хочу сказать, что Иоанна 15 глава записано, что если бы я не пришел к вам и не говорил, то вы не имели бы и греха. Но сейчас вы знаете. То есть они знали, и все осознанно это делали. Когда мы открываем 27 текст этой же главы, 14, написано, «Доколе злому обществу сему роптать на меня, роп от сыновь Израилевых, которым они ропщут на меня, я слышу». И дальше он говорит следующее, «Скажи им, живу я, говорит Господь, как говорили вы вслух мне, то я так и сделаю вам. В пустыне сей падут тела ваши, и все вы исчисленные, сколько вас числом от 20 лет и выше, которые роптали на меня, не войдете в землю, на которой я, подъемля руку мою, клялся поселить вас, кроме Халева, сына Иефонина и Иисуса Навина». Друзья мои, что происходит, когда человек навлекает на себя? Оно сбывается. Оно сбывается. И Господь Бог говорит, за то, что вы роптали, за то, что вы это просили, за то, что вы говорили, пусть так произойдет, так вам и будет. Ни один человек, за исключением двоих, от 20 лет и выше не войдет в землю обетованную. А почему 20 лет? Кто из вас знает? 20 лет, друзья, это время военной службы. В 20 лет люди начинали служить. Поэтому они были военнообязаны, военнообязаны, и они должны были идти завоевывать Ханаан, но они роптали. До 20 лет, может, и они роптали, но они не должны были идти. Поэтому с них обязанность, эта ответственность, вернее, снимается. От 20 лет и выше, Господь Бог говорит, абсолютно ни один человек не войдет. Когда мы открываем второзаконие, вторую главу, 14 текст, второзаконие, вторая глава, здесь как бы то же самое описано, только немножко другими словами. 2, 14 по 16. Написано вот что. С тех пор, как вы пришли в Кадес, в Арни, и как пошли, и как прошли долину Зарет, минуло 38 лет. Слышите, да? 38 лет. Сколько лет они должны были путешествовать? 40. 40 лет. Мы еще об этом почитаем дальше. И дальше мы еще написано. 38 лет. И у вас перевелся из среды стана весь род, ходящий на войну, как клялся им Господь. Кто перевелся? Весь род, ходящий на войну. Сколько лет? От 20 и выше. В точности исполняется Божье пророчество. В точности исполняется Божье пророчество. Вернее, Божье слово. Он сказал, хорошо, вы войдете, но не вы, а ваши дети войдут. Я все-таки обещание свое исполню, но за нарушение вы будете наказаны. А милость моя в том, что все-таки они войдут все равно, но не вы, а ваши поколения. Вы знаете, хочу сказать, что наказание это естественное и сверхъестественное. Люди погибали, умирали в пустыне сами собой по возрасту, и некоторые умирали сверхъестественным образом, то есть, когда земля разверзлась, и еще какие-то моменты были. Пока не вывод. Так было написано. И скажите, пожалуйста, из-за чего все это началось? Читали мы с вами, да? И 37 текст написан в 14 главе. И разносили худую молву. Друзья мои, худая молва, как вы думаете, способствует ли она росту церкви, или она способствует разложению? Смотрите, результат налицо. Когда появляется худая молва, она как червь точит. Она ссорит. Она делает церковь слабой. Она делает церковь какую? Разрозненной. Она делает людей по группам делит. Это, друзья, не Божий план. Это не Божий план. Господь Бог говорит, не войдут они за ропот, за то, что они разносили худую молву. Сегодня, друзья, к сожалению, это присутствует где-то и среди верующих. И Библия говорит, что по этой причине они страдали и умирали. Именно по этой причине. Знаете, когда мы открываем 14 главу 39 текст и читаем немножко ниже 39 текст, где написано так, «И сказал Моисей слова сии перед всем народом Израилем». И написано «Опечалился народ сильно». 34 текст говорит, что они будут ходить 40 лет по числу 40 дней. Бог сказал, что не войдет. Моисей пересказывает. И народ опечалился. И вот тут, кажется, начинается покаяние. Кажется, начинается покаяние. Смотрите. Читаем ниже. И встали, 40 текст читаем. «И встав рано утро, пошли на вершину горы, говоря, вот мы пойдем на то место, о котором сказал Господь, ибо мы согрешили». Слышите? Скажите, покаялся народ или нет? Покаялся. Они говорят, все, мы поняли нашу проблему, сейчас идем на гору, идем на то место, потому что мы поняли, что мы были неправы. И мы уже хотим идти вот в Ханаан. Мы осознали. Друзья мои, но перед этим Господь сказал, что вам нужно возвратиться куда? К Черному морю. Читаем только что, помните? Возвратиться к Черному морю. А что там было не Черное, а Черное море? Это туда, откуда они вышли. А они говорят, нет, мы уже хотим идти туда. Вроде бы покаялись, но опять против Божьей воли. Вы понимаете? запоздалое покаяние, так называемое. И Господь, конечно, говорит, не идите. И когда мы читаем дальше, Моисей говорит в 41 тексте, для чего вы приступаете повеление Господнее, это будет безуспешно. И вот, мы говорим, не иди, человек хочет идти. Мы говорим, иди, он не хочет идти. Вот как оно получилось. С поздним зажиганием немножко. И вот они решили все-таки идти. Смотрите, что происходит. Написано, не ходите, ибо нет среди вас Господа, чтобы не поразили вас враги ваши. Но, ибо о Маликитяне, и Хананее, написано, там, перед вами, и вы пойдете от меча, потому что вы отступили от Господа, и не будет с вами Господа. Но они дерзнулись, они поднялись на вершину горы, ковчег Жизавета Господня, и Моисей оставались вне стана, да? Но они не оставляли стана, то есть они остались в стане. И сошли Маликитяне, и Хананее, живущие на горе той, и разбили их, и гнали их до Хормы. Друзья мои, интересно, так получается в жизни, да? Я этому отрывку дал такое определение, всему свое время. Бог говорил, надо было идти сразу. Когда подняли весь ропот, когда вытрепали все нервы, когда уже и вождя назначили, когда уже начали уходить обратно, Бог уже говорит, все, мое решение следующее, это поколение не войдет. Они опечалились, стало немножко им как бы жутковато, и говорят, нет, мы все-таки пойдем. Бог говорит, но уже не надо идти. То есть, всему есть свое время. Бог долго терпеливый, но не без конца. Друзья мои, хотел бы, чтобы мы могли пересмотреть свою жизнь. Когда Господь нам дает повеление идти, когда Господь дает повеление делать, когда Господь призывает нас, помните, это время тогда, когда надо прийти. Но мы не можем делать тогда, когда мы хотим. Мы можем делать тогда, когда Господь призывает. В данном случае они захотели, но Моисей сказал, вы успеха иметь не будете. И тут исполняются вот эти тексты, когда мы читаем второзаконие 1.41 и ниже до 46 там написано у Бога характер какой? Долго терпеливый, милующий, но не оставляющий без наказания. Поэтому, друзья, иногда покаяние бывает слишком поздно. Сегодня я хотел бы, чтобы каждый из нас обратился к Господу и сказал, Господи, пожалуйста, помоги мне сеять только то, Бог поругаем, не бывает. Что человек посеет, то пожнет. Скажите, пожалуйста, кто виновен в истории народа того времени, что так случилось? Не Бог, не Моисей. Всячески уговаривали, всячески просили, и на лица падали свое, и отстаивал Моисей, этот народ перед Богом. Бог говорит, хорошо, я все-таки обещание свое сдержу, но этот народ не войдет, дети их войдут. Пусть Господь благословит нас, чтобы и мы, и дети наши могли войти в ту обетованную землю, которую Господь приготовил нам. Он нам приготовил больше, чем просто земной ханаан. Он приготовил небесный ханаан. Да благословит нас Господь всех там встретиться вместе. Аминь. Редактор субтитров Корректор А.Егорова А.Кулакова